Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый альбом Five Finger Death Punch Afterlife. Да, долго он до меня добирался, а в итоге, на самом деле, он у меня долго на полке стоял, пока руки дошли снять именно на него обзор, потому что у меня уже затор из этих обзоров, но вроде подускорился, вроде материал проходит, поэтому отпишитесь в комментариях, как вам нравится, что мы разогнались там, грубо говоря, через день, через два выпускаем видеообзоры. Но давайте погнали именно вот к данному альбому. На обложке у нас стилистическое изображение черепа, которое, в принципе, присутствует на всех обложках данного коллектива. Коллектив очень люблю, очень люблю их все, ну, прям вот все альбомы, ребята. Вот кто не знаком с коллективом, послушайте все их творчество. Желательно раннее, раннее все-таки поинтереснее. Из последнего, вот предпоследний альбом, предпредпоследний мне менее нравится, но вот этот последний прям пушечка, крайний, если вот так вот вам будет интереснее. Крайний или последний. В общем, вот этот альбом, новый альбом, он великолепный, мне очень понравилось. Много они там поэкспериментировали, где-то вернулись к начальному творчеству. В общем, однозначно заслуживает внимания. Ну и в коллекции. Так что погнали. Вот тут у нас в обложке также написано название коллектива. Five Finger Death Punch. Также у нас логотип, вот такой какой-то необычный у нас здесь черепушка. Все их любимый кастет. Ну и написано, что Afterlife название альбома. Ну, очень классно все напечатано. Картон великолепный. Я уже все послушал, все уже в руках помял, рассмотрел. Так что уже как-никак худо-бедно какое-то мнение могу высказать. С обратной стороны у нас представлен трек-лист к каждой стороне пластинки. Фотографии всех участников группы. Они всегда ее впихивают по-любому. Либо с обратной стороны, либо на развороте. Здесь вот сделали с обратной стороны и добавили gatefold. Gatefold сейчас посмотрим. Ну и выходные данные. Написано сайт fivefingerdespunch.com, betternoisemusiclabel. Ну и вместо штрих-кода у нас здесь QR-код. Ну, почему нет? Тоже классно. 21 век, пора как-то уже абстрагироваться от старья. Вот. С торца у нас также написано название группы, название альбома. Единственное, что мне здесь не очень понравилось, ну да ладно, это разворот. Мне показалось, он скучноватый. Если присмотреться издалека, это череп. Да, череп, причем он оформлен, пропечатан именно текстами ко всем композициям с альбома, коих много. И выходные данные, люди принимавшие участие, благодарность и все как обычно. Мне показалось, немного это скучновато. То есть, когда у нас вот такой вот красивый разворот с лицевой стороны, внутри вот, ну, мне кажется скучно. Винил себе брал цветной, цветом немного расстроен, сразу скажу, потому что на рендерах как-то это по одному выглядело, а когда я получил, как-то не совсем вяжется с общей концепцией альбома. Вот, вкладочки у нас вот такие разноцветные, без антистатической вставочки. Вставочку я свою докинул. Также здесь написано название альбома, логотип Five Finger. Шикарно. Белый конверт, второй конверт красный. Ну, не знаю, дизайнерское решение такое. Ну, в принципе, минимализм и неплохо, лучше, чем разворот. Винил себе взял фиолетовый. Как-то казалось, что он будет интереснее, в итоге это и непрозрачный, просто глухой фиолетовый, еще и не просто фиолетовый, а какой-то грязный фиолетовый, темный фиолетовый. Не знаю, черничный, не черничный, наверное, какой там. Ну, в общем, в общем, вот, да, наверное, черничный. На яблоках название группы альбома, треклист с каждой стороны пластинки, немножко выходных данных. Ну, и также подписано ABCD. И сразу говорю, ребят, фиолетовый, посмотрите. Ну, так себе подходит. Так что рекомендую, если будете покупать, то берите себе либо прозрачный винил, либо белый, такие точно были. Также еще был где-то красный, может, найдете тоже. Они все писали с одних матриц, звучать будет так же, как и этот. А по поводу звука, я уже все заценил. Данный альбом на виниле звучит, ну, просто бесподобно. Мне очень понравилось. Вообще, как фингеры на виниле звучат, кайф. Так что от оформления до звука все прям отлично. Не забываем, что у нас есть телеграм-канал. У нас там большое комьюнити, и в первую очередь все предзаказы и привозы, а точнее всего там вообще только туда, наверное, поступают, на сайт не идут. В телеграм-канале все вот эти вот эксклюзивы, типа фингеров, новых альбомов на винил. Все там. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Обязательно подписывайтесь, найдете для себя много интересного. Комьюнити большое, так что добро пожаловать. Вот. И спасибо за просмотр. Выбирать уже вам. Покупать какой винил, какой расцветки. Покупать или не покупать вообще. Но однозначно могу сказать, что хотя бы ознакомьтесь с творчеством коллектива и как минимум с данным альбомом. Альбом хорош. Заслуживает вашего внимания. Ну и все ссылочки я оставлю на наши соцсети в описании к видео. А с вас, пожалуйста, уделите внимание, уделите время, поставьте пальчик вверх, нажмите колокольчик, подпишитесь на канал. Ну, все как обычно. Что я вас буду учить в интернете первый день, что ли? Всем прекрасной музыки и отличных пополнений в коллекции. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok